Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и вышло обновление в Marvel Битвы Чемпионов, где добавили снова двух новых персонажей, конечно же, новую карту и новые события, на которые мы сегодня постараемся посмотреть. Я уже начал проходить новую карту, и сейчас мы посражаемся против Человека-невидимки, а точнее, как её там в Сьюзе, по-моему, зовут. Сейчас посмотрим. Итак, давайте почитаем, что здесь у нас. Заткнулись все! Три точки и тут Сью! Ты должна нам поверить, единственный способ это разрушить машину. Если она заработает безумца, которые называют себя заговорщиками, она не даст ему договорить. Хватит! Я знаю, твое сердце доброе, Джонни! Но ты всё ещё не на той стороне. Я не могу позволить тебе разрушить годы тяжёлой работы, только не сейчас, когда мы так близко. Прости меня, сестрёнка. Призыватель? Мы займёмся Немором. А ты разберись со Сью, пламя. Прости, Сью. И ты прости, Бен. Потому что тебе будет намного больнее, чем мне. Вот такие вот у нас тут беседы. Короче, я видел ролик вступительный перед этим обновлением. Там, короче, вот этот главарь, зелёный Халк, бородатый, седой, с перчаткой, короче, разбил какой-то камень, на котором как раз находилась вот эта вот великолепная четвёрка. И они как бы разлетелись в разные стороны. Невидимая леди. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Подруга. Ты слишком крута. Давай-ка мы. Ярость немножко. Во, нормально нанёс. На спецухи не посмотрим, да? Всё. Завалили. К сожалению, быстро надо было послабее персонажа взять. Блин, я же этого взял специально. Человека-факела, блин. Ну ладно, я думаю, что она у нас будет и в следующем задании. Давайте мы перейдём к заданиям. Немножко другую команду я соберу, потому что этой командой будет слишком просто. Ожидаю, конечно же, Серебряного Сёрфера в ближайших обновлениях. Но, мне кажется, следующее обновление будет с Мистерио каким-нибудь. Потому что грядёт уже премьера фильма Человек-паук вдали от дома. Итак, давайте мы, наверное, подберём персонажей Трёхзвёздных, что ли, чтобы мне было потяжелее биться. Так. Кого же взять-то нам? Ночную громилу. Нет, пожалуй... Можно, кстати, слабых Четырёхзвёздных взять. Ну, факела я также оставлю. Так. Это, кстати, у нас третий член Фантастической Четвёрки. Ещё остался Мистер Фантастик, насколько я знаю. Так. Фьюри у нас слабенький. Блин, все слабые существуют. Я особо не качал. Ну, ладно. Факела я также оставлю. Давайте, наверное, возьмём Четырёхзвёздных. Но не сильно прокачанных. Так. Мне нужен... Наверное, будет Человек-Лёд. Это на всякий пожарный. Если вдруг будет какой-нибудь Блэйд против нас или Дракс тот же, у кого Кровотечение есть. Так. Шторм. Нет. Давайте уж разных классов персонажей наберём. Я вот с Орвиглоу не играл. А стоит ли вообще им играть? Так. Гипериончика можно взять. Так. Мэджик, Магнета, Веном. Надо каких-нибудь вообще персонажей, которыми я не играл. Вот возьмём Блэйда как раз. Кстати, Блэйд, по-моему, у меня ещё Четырёхзвёздный тут недавно выпал. Где же ты где? Четырёх... Да, Четырёхзвёздный Блэйд. Но, блин, он слабоватенький, конечно. Хотя, может быть, по статам вполне неплохим. Давайте возьмём Четырёхзвёздного. Так. Дальше. Часовой. Росомаха. Ну, все тут остальные. Вот, кстати, Страж достаточно универсальный персонаж. Я смотрел просто видос у Демона на 20 топ-героев Марвел Битвы Чемпионов. Так. Жёлтую шершеннюю, что ли, взять ещё? Блин, он слабенький. Так, 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 так. Кого же взять-то, ёперный? О, давайте Таскмастера ещё возьмём. Пусть будет так. Так, вот такой командой, я думаю, я смогу справиться. У меня человек лёд, как на подстраховку. Итак, куда же мы пойдём? Есть у нас где-нибудь ещё вот эта подруга? О, кстати, вот этого Альтрона у меня нету. Так, 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 так. Подруги здесь нет у нас. Хочется ещё раз с ней посражаться и посмотреть на её спецатаки. И она даже нас не будет ждать в конце. Сейчас мы где-нибудь тут попробуем её найти. Вряд ли, конечно, получится уже. Ну вот можно против Кул Апсидиана побиться. Так, чё, реально нету, что ли, её здесь нигде? Ну. Так, вот здесь у нас человек. Факел. Фьюри. Ну, да. Чё-то как-то грустновато. Ну ладно, пойдёмте сюда вот. Как раз против Блэйда побьёмся. У меня энергии дофигища и также дофига ИСО для класса способностей. Так, ну вот как раз попробуем человеком льдом. У него не восприимчивость к кровотечению. Так что спецатаки Блэйда и его удары нам будут нипочём. Но я сейчас, наверное, быстро с ним разберусь. Нет, чувак. Вот так вот. Прохожу всё так же на героя. Пока у меня нету персонажей для прохождения как раз сложности мастер. Там я дохожу максимум до пятой главы и всираю жёстко. Так, кого мы можем взять? Ну пусть Гиперион. Пока разминочные такие бои будут. Очень бы хотел заполучить Корвус Глефа. Четырёхзвёздного. Да ладно, какой ты крутой ястреб. Чем мне нравится вот этот Гиперион? У него очень быстрый набор идёт энергии. Вот сейчас вы видите, да? Как он просто набирает пассивный набор энергии. И всё. Мы используем третью спецатаку и... Чувак повержен. Я думаю. Нет, смотрите-ка, 7% жизни у него ещё осталось. Кстати, кто не смотрел видос со всеми, почти всеми третьими спецприёмами героев игры Марвел Битвы Чемпионов, я оставлю его в подсказках, либо в конечной заставке у этого видео. Так, давайте мы дальше вот Блейдика возьмём, попробуем им завалить Чёрную Пантеру, посмотрим, как вообще он справится. И у Чёрной Пантеры есть кровоток, и у меня, по сути. Да ладно, какой ты крутой. Заодно посмотрю, как Блейд себя показывает. Вообще рад, что мне этот чел выпал. Сейчас, значит, кровоточек сделаем. Посмотрим, насколько он эффективный. Ну, чё-то так себе. Держимся. Возможно, при дубле он значительно себя будет лучше показывать. Вот не помню, был ли Блейд в топе у демона. Ну да ладно. Помню, что вот Железный Человек был с существом, и, по-моему, он даже в тройку лучше входил. А чё-то на меня кровоток вообще не подействовал. Насколько я помню, у Чёрной Пантеры как раз и есть тоже кровотечение. Всё, никак не могу запустить рубрику с подпиской PlayStation Plus. Дело в том, что я купил себе годовую подписку. Надеюсь, она себя оправдает. Ну, в мае, допустим, были так себе игры, но я всё-таки планирую на все на них сделать по видосику хотя бы. Чтобы вы посмотрели вообще, какие игры попадаются в подписке PlayStation Plus. Хочу сказать, что вот декабрь прошлого года там была Сома. Очень хочу в эту игруху поиграть. И причём буду, скорее всего, записывать эмоции. То есть на камеру смартфона просто свой фейс сниму. Мне кажется, она такая атмосферная, прям жуткая. Ну, посмотрим. И буду, естественно, её снимать вечером. Так, ещё с меня, кстати, ролик о серебряной кнопке, которую я получил. Во, факелом сейчас против Доктора Вуду побьёмся. Трёхзвёздных я тоже качаю, они мне нужны чисто для конфликта, но надо бы переходить уже на четырёхзвёздных. В этом видео, кстати, откроем кристаллы. У меня дофигища кристаллов накопилось и дофигища долгов. Где-то на трёх персонажей надо сделать мне видосы. И я думаю, что их сделать в формате всё-таки обзора, чтобы меньше вашего времени потратить. И... О, я прям воспламеняюсь! Не, мне кажется, факел тоже один из топовых персонажей в этой игре. Отлично. Завалили. Движемся дальше. Во, Кул Апсидиан против нас дальше идёт. Тоже один из таких неплохих персонажей. Так, у меня мистики нету, да, против тебя? Хм-хм-хм. Давайте Гипериона выберем, он всё-таки помощнее мужичарта. Герой, конечно, реально уже такая простая сложность, но на мастере не могу пока вытащить пятую главу. Надо какого-то мне универсального персонажа получить и прокачать. Вот думаю, Блэйды сейчас прокачивать из четырёхзвёздных классоспособностей. Потому что у него есть хороший кровоток. ИСО у меня способностей дофига накопилось. Так, куда обзор? Всё, телепортируемся и бьёмся уже против вот этого чела. Как тебя там зовут, я не помню. Ну давай, чё ты тут расскажешь нам. О, если мы прямо сейчас прыгнем к Ричардсу, это, наверное, мистер Фантастик как раз. Может, получится, что и мы не сможем выбраться. Мы готовы к такому? Спасти Стрейча. Я за. Ну да, Стрейча как раз и я. И подруга должна быть. Вы все с ума посходили. Мы так близко к побегу, и вы всё это бросите, чтобы найти того придурка, который вас обрёк на прозябание здесь? Прозябание. Блин, какие слова использует. Молодцы. Да, Неймар. Потому что он сделал бы то же самое для нас. Мы команда всё-таки. Нет, я не позволю. Я слишком долго сдерживался. Я либо верну эту машину себе, либо уничтожу её вечное заключение. Это лучше, чем умереть за такого человека, как Рид. Ричардс. Узрите ярость Неймара, подводника. Сила мстящего сына сокрушит вас. Империус Рекс. Я, честно говоря, с Неймар вообще никак не знаком, поэтому даже не буду вдаваться. В подробности. Так, а что здесь у нас способности? Что-то у него такая прям это. Так. У этого чемпиона есть специальные способности, которые могут быть активированы до начала боя. Выбери способности, которые ты хочешь активировать. Пламя. Все испепеление человека факела является эффектами пламени новой звезды. Длятся на 2 секунды дольше и наносит дополнительно плюс 75 урона. Эта способность не суммируется. Давайте попробуем активировать. Активно, вообще красота. Ну вот, как раз им и поборемся против Неймара. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, 1500 и 4588. О, смотрите, как я повышаю градус, блин. Ну, нормально он, кстати, сносит неистовость. Да ладно. Вау. У меня есть парирование, мужичара. Блин, нормально вообще этот человек факел сносит. Давайте постараюсь накопить сейчас на третью спецспособность и... Против. Вау. Вау. Офигеть. Вы видели, сколько он жизни отнял у меня? Вот его спецспособность мне, кстати, нравится. Я бы ей дал второе место. Ух ты. И завалился. Красота вообще. Имба, блин. Хотя он у меня даже не в дубле. Окей. Все. Прошли мы назад к заданиям. К сожалению, на невидимку нормально не посмотрели. Слишком я мощного персонажа взял. Такс. Что у нас тут еще есть? Вот мастера бы мне начать уже проходить. Но пока что-то слабовато. Есть у меня вот путь в лабиринт. Достаточно неплохо пройден. Но дальше что-то сложновато становится. Что ж, перейдем к кристаллам. Посмотрим, что у нас здесь имеется. Так. Давайте сразу вот этот вот кристальчик откроем. Что здесь нам выпадет? Получен катализаторище. Ага. Спасибо. Замечательно. Бесплатный кристалл. Это не совсем интересно. Это я могу и без вас открыть. Так. Престижный кристалл тоже. Во. Кристалл четырехзвездного героя. Даже покручу, наверное. Посмотрим, кто здесь может выпасть. Было бы круто хотя бы Коруус Глефу получить. Но вряд ли он выпадет. О, блин. Вот был как раз он. Морда Гамора. Офигеть. Это, кстати, новый персонаж. У меня четырехзвездный. Ее не было. Ну, у нее, насколько я знаю, кровоток неплохой. И, в принципе, все. Что я помню. Так. Закрыт. Спасибо. Обратно к кристаллам. Посмотрим, что у нас имеется еще. Вот один трехзвездный кристалл. Откроем сразу. Оп, Сайлок. Есть у меня, кстати, Хавок, по-моему, из трехзвездных персонажей, которого я бы прокачал. Так. Ну, нам интересно что-нибудь еще. Так. Кристалл за задание Союза. Пятый сезон. Карта. Давайте глянем. Я, честно говоря, вот... Союзом вообще практически не занимаюсь. И хочу сказать спасибо тем, кто еще в нем остался. И кто сражается, проходит какие-то задания. Единственное, что я заметил, у нас появились еще в игре задания достаточно давно. Когда мы просто в конфликте участвуем, выполняются какие-то еще задания Союза. Кстати, вот здесь давайте посмотрим. Сражайся и побеждаю. Вот 30 тысяч золота просто получил. Вообще нормально. Так. Здесь вот у меня тоже, наверное, дофига всего. Обалдеть. Обалдеть. Скоро возобновлю видео по Marvel Битве Чемпионов. А то их совсем давно не было. Да и надо возвращаться в этот файтинг. Кто не смотрел, кстати, сравнение файтингов, тоже оставлю где-нибудь в конечных заставках, либо в подсказках. Переходите, смотрите. Во, у нас, кстати, вот такие еще. Коралл Атлантов появился. Еще новые события есть. Сейчас мы, кстати, к ним и перейдем. Посмотрим на них. Стримы я не вижу смысла проводить, хотя сейчас их качество увеличилось. Итак. За кого мы будем бороться? А что здесь, какие награды-то дадут, а? 27 дней. Ну, давайте на эту девушку попробуем. Во, как раз с ней здесь и побиться можно. Так. 1750. Ну, можно, кстати, вот такой же командой и побороться. Я... Так. Ты не сможешь изменить выбранный уровень сложности, пока задание не будет выполнено или закрыто. Окей. Ну, я думаю, я справлюсь. Я надеюсь, тут не такие сложные персики. Так. Что-то здесь дорожек много. Ну, давайте. Смотрю, персонажи не такие серьезные. Начнем, наверное, мы с факела. И постепенно перейдем уже... ...более сильным чемпионом. Не, ну вы смотрите, за счет испекляющего огня он просто вообще неистовый урон наносит. И он еще у меня даже не в дубле все вынес. Ладно, этот у нас противник достаточно слабый. Переходим к следующему. Так. Ух ты, нифига себе. Так, а могу я сразу вот к этой женщине переместиться? Ну-ка, давайте. Здесь что-то они все слабые какие-то. Так, а вот здесь, смотрите, что-то 15%. О, а, здесь нельзя. Выбери вход для телепортации. А че он, кстати, я никуда не могу. Ага. А-а-а, понятно. Он, короче, рандомно дает. Рискни. Давай. Ну, здесь фигня. Мы сейчас быстро с ними разделаемся. Так, да. Давай гипериончикам. Мне вот интересно, каких двух персонажей добавят во время премьеры фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Ну, «Мистерио», мне кажется, скорее всего, добавят. Потом в игре появится какая-нибудь злобная шестерка или опасная шестерка. Вот в мультфильме «Человек-паук» была. Там входил у нас «Хамелеон». Далее... «Доктор Осьминог», «Мистерио», «Рино». «Рино» у нас есть как раз. Блин, а, еще «Скорпион» входил туда. Вроде бы всех назвал, да? Вот. И будет задание какой-нибудь ошеломительной шестерки. Я помню, эту шестерку как раз собирал Амбал. Для того, чтобы поймать «Человека-паука». Типа, одна голова хорошо, а шесть лучше. Что ж. Доберемся мы до этой женщины или нет? Я надеюсь, она не сильно крутая там будет. Все. Так быстро завалился он. Нормально. Ну, все-таки «Человек-Лед» очень сильный. И, как вы видите, в самом низу у нас выполнялось задание какое-то. Во. Теперь мы телепорт уже можем выбирать. Так, ну здесь слабые, кроме... А, че, уже босс? Так, быстро. Давайте таскмастером поборемся, а то чувак вообще нетронутым остался. Блин, я думал, я вновь с этой подерусь. С невидимой леди. Ну, хотя мы сейчас быстро завалимся. Готов. Красный Халк. Снова против Немора. Блин, а я думал, что... С невидимой леди. Жаль. Давайте возьмем человека факела. Активировать я ему ничего не буду. Думаю, что и так справлюсь. С невидимой леди. Ну, испекляющий огонь вообще. Огонь просто. Слов других не подобрать. Все. С нового с Виктори, блин. Планирую все сделать видео. Опа, открыть кристалл. Давайте откроем. Что за кристалл? Где кристалл? Еще в особый надо зайти, там посмотреть, что имеется. Так, вот здесь, кстати, вот такой вот кристальчик можно открыть. Здесь катализатор есть. Ага, замечательно. Так, так, так. О, опять я забыл кристаллы Союза. У нас отдельное будет видео, посвященное кристаллам Союза, где эти 100 штук я открою. И, надеюсь, мне там выпадет неудержимый колосс. Четырехзвездный, посмотрим. Может, даже пятизвездный. Но это вряд ли. Мне кажется, шанс очень низкий. Что ж, давайте я сразу не буду все, наверное, открывать. Или давайте откроем все так и быть вообще. Сколько тут? Пять кристаллов четырехзвездных. Может быть, сейчас новые четырехзвездные персонажи или дубли выпадут. И так, открываем. Кто же, кто же выпадет мне в первом кристалле и выпадает Йонду Псайлок? Девочка хорошая, можно качать, мне кажется. Я одну у нее способность помню. Это то, что она забирает энергию своей первой спецатакой и все. Но у нее там еще есть по-любому бонусы какие-то. Не зря же ее в игру добавили. Так, морда четырехзвездный. А у меня, блин, у меня пятизвездный он еще есть. Ну ладно, этого я тоже, наверное, буду прокачивать. Но лучше пятизвездного прокачивать. И на защиту его ставить в заданиях или в войне союза. Так, кто же? Следующий, следующий халкбастер. Мефисто. Или Мефистофель. Прикольно. Блин, сегодня неплохое такое выпадение. Ни одного, кстати, дубля не выпало. А было бы классно получить дубля и открыть еще одного пятизвездного персонажа. Итак, следующий перс, который здесь выпадет, это будет только нет. Нет, блин, за что? За что вы мне? Ну, кстати, дубль. Зато я получу еще осколки кристалла пятизвездного героя. Я бы очень хотел получить вот четырехзвездного красного черепа, либо железного человека. Давайте. Железный человек или красный череп. Вот железный был уже, и он не выпадет. Блин, нет, не такой железный человек, а война бесконечности, блин. Ну ладно. Как бы найду, куда потратить все это добро. Ну, из того, что выпало, мне здесь нравятся Псайлок и Мефисто. Думаю, что он себя хорошо может показать. Что ж, все остальные кристаллы я сейчас не планирую открывать. Думаю, для них мы найдем время в следующих видео, как раз на обзорах. Так, еще можно вот здесь что-то посмотреть. О, кристалл за вход. Отлично. Кто здесь выпадет? Эмма Фрост. Красота. И 55 осколков кристалла четырехзвездного героя. Так, а это что такое? 94. О, кстати, можно в кристаллы зайти сейчас. Попробовать. Где-то там вот кристалл арена. У меня, наверное, много накопилось, да? Откроем десяточку. Блин, ни одного вообще жетона не выпало. Как так? Еще давайте 10 возьмем. О, другое дело. Еще, блин, ИСО способностей. Напишите в комментах, какие ИСО, какого класса вам выпадают чаще всего. Вот мне вот класс способностей просто, блин, я обречен на то, чтобы получать дофигища этих ИСО. Ладно, персонажей я буду прокачивать уже потом, вне видео. А на этом пока все. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.